Всем привет! Сегодня у нас будет новая фишка под названием Дженго, не знаю, правильно позвать, поэтому прошу любить и жаловать Данёк, Мальчик только что подобрался, Захар и всем известный Илья. Здравствуйте! Сегодня у нас будет такая игра, я буду задавать по очереди каждому из них вопросы, если они на них правильно отвечают, то ход пропускают, если они ошибаются, то им придется вытаскивать одну из вот этих вот палочек и до тех пор, пока не упадет вот эта вся башенька. Если башенька упадет, то тут и проиграем. Вот, ну начнем мы с Ильи, так как он... А что, Илья у нас вообще-то, как всегда, все знает. На подхвате. На подхвате, да, самый первый из нас из всех, который тут засветился. Поэтому начинаем. А в какой республике СССР проходит событие, произведение «Вечера на хуторе Близди Каньки»? Чего? Три варианта ответа. Окей, ну давай. Россия, никому не подсказывать, вы же тоже заинтересованы, Беларусь и Украина. Украина. Украина, правильный ответ. Значит, я пропускаю. Я пропускаю. Теперь очередь Захара. Захар, как называлась самая модная куртка молодежи 80-х? Вообще-то эта тема все время будет моя молодость, поэтому тут будет сложно порой. Итак, Захар, косуха, пуховик или аляска? Аляска, наверное. Правильно, Захар. Это была такая... Сейчас я накосить. У меня была такая красненькая курточка, тут такой мех был, и я такая ходила, вся крутая, и мне все завидовали. Вообще-то это был такой-то достаточно писк-мода, и не у всех она была. И мы в очереди стояли, чтобы ее купить. Итак, Данек, сколько стоил коробок спичек в СССР? Вариант ответа. Вариант ответа. Одна копейка, один рубль или десять рублей. Одна копейка. Правильно. Ну как просто, да? Я их пугала, что они не угадают, и вдруг... И вдруг... Давай, что я потяжелее, потому что джингу мы так и не вытащили еще до сих пор. Ну хорошо, Илья, в каком году началась Великая Отечественная война? В 1941 году. Молодец, но это я вас только... Потом будет все сложнее и сложнее. Так, Захар, почему мыльные пузыри имеют форму шара? Без ответа. Как ты думаешь, почему? Данек, сколько молчит. Ну, потому что через круг надували. Ты дуешь этот круглый отверстие. Ну, и... Ну, круглый отверстие. А ты погромче говори, потому что ничего не слышно, Захар. Гричи громко. Потому что... Ну, вот знаешь почему? Ты до конца не ответил. Не, не, сейчас я подумаю. Ты как бы правильно начал, но не закончил мысль. Получается, что они как бы вытягиваются через круг, поэтому они в форме круга получаются. Ну, а если бы они через квадрат вытягивались, они были бы квадратные? А, ну, потому что они как бы объемные. Ну, поэтому они это... Ну, как, имеют форму шара. Данюк, ты знаешь, от меня? Нет? Короче, ну, сейчас Захар будет вытаскивать. Все части мыльного пузыря одинаково притягиваются друг к другу. И поэтому... Вопрос, а где тут твое время? Только в твое время мыльные пузыри, друзья. Это очень любимая игра молодежи. Давай, Захар. Так, ну, давай, так, сейчас. Захар должен сконцентрироваться. Захар, главная цель, чтобы ничего не упало. А то мы сразу проиграем, а вопросы только начались. Вот. А, ты должен сказать, сновел, Захар. Я, наверное, буду играть. Так, хорошо, теперь Данюк. Вот символика достатка девяностых. Кстати, мам, вот у тебя сзади, у тебя вопросы? Ну и важно, там нет ответов. Ты думаешь, я не проверил? Символика достатка девяностых, цвет пиджака. Он был. Какой самый крутой пиджак девяностых был? Черный, зеленый или малиновый? Малиновый. Малиновый, правильно. Нет, я думаю, красный, но... Самый стандартный надо выбирать, удачи. Так, Илья, тебе что-то самое легкое достается. Кто написал повесть «Два капитана»? Островский, Каверин или Рыбаков? Я знаю. Рыбаков! Ты что, не знаешь? Рыбаков написал. Рыбаков, все, ты ответишь? Я не знаю, кто, я не знаю. Может, я отвечу, не буду вытаскивать? Ну, нет, ты ответь, но не придется вытаскивать. Я могу знать. Говори. Как Каверин? Каверин, конечно, вытаскивай. Я читал, конечно, но я не помню. Я не читал, но я знаю. Я читал, я знаю. Ты неправильно начал вытаскивать. Да? Да, потому что у Захара там уже вытащили, но могу все упасть. Не, ничего бы не вытащили. Не, вы что бы закончили. Так, хорошо, теперь следующее. Захар, ой, легкий вопрос тебе достался. Фамилия первого космонавта СССР. А, ну, давай. Молодец, знаешь. Данёк. Ну, да, докажем. Как назывались самые модные сапоги у ваших бабушек? Три варианта ответа. Ботфорты, сапоги-чулки или бутильоны? Да, обтяни их. Подожди, сейчас. Ту-ду-ду. Ботфорты производить. Нет, неправильно. Сапоги-чулки. Знаешь, это такие были, они такие были, какие, ну, я не знаю, они тянулись и обтягивали ногу, вот просто, вот, были как чулки такие. А, значит, сколько стоил килограмм колбасы докторской в СССР? Три варианта ответа. Два рубля девяносто копеек, двадцать девять рублей или девяносто копеек. А везде по-разному, наверное, стоило. Нет, везде в Советском Союзе всё стоило одинаково. Так, повтори ещё мне, пожалуйста. Два рубля девяносто копеек, двадцать девять рублей или девяносто копеек килограмм докторской колбасы. Двадцать девять рублей. Чёрт. Ты неправда. Два рубля девяносто копеек. Логично, потому что из полосного существовало. Колбаса была самая натуральная, в отличие от той, которая сейчас. Колбаса была потолокной. Ну, возможно, сейчас мы бы её не смогли есть, потому что там не было вкусовых добавок, и нам бы она не понадобилась. Там не было колбасы. Так, Захар, сколько длилась блокада Ленинграда? Три варианта ответа. Сто дней, девятьсот дней или двести пятьдесят дней? Девятьсот дней. Правильно, молодец. Блин, нифига. Ну, я иногда разбавляла вам историей там. Самое вкусное лакомство в СССР, Данёк. Жвачка, ириска или бананы? Ну, вкусное и дефицитное, понимаешь? Вот так вот. Ну, бананы тогда надо. Ну, нет, я хочу сказать, жвачка... А что ты перебираешь, ты уже будешь всё равно... Ну, просто я хочу сказать, что мы, когда учились в школе, для нас жвачка, если мы узнавали, что в магазине где-то была жвачка, мы просто приходили, стояли бешеные очереди, потому что из-за границы привозили, но это был просто писк моды. Давай. Илья, почему камень тонет в воде? Три варианта ответа. Потому что он тяжёлый. Он легче, чем вода? Он плотнее, чем вода? Или он плотнее воздуха? Блин, ну плотнее воды, вот он и тонет. Плотнее воздуха, вот. И он поэтому и тонет. Плотнее, чем вода, правильно. А, блин, я уже хотя бы вычисли. Нет, 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 ничего ты. Так, Захар, кем был Алексей Моресьев? Лётчиком, космонавтом или капитаном? Легко, лётчиком. Молодец. Я ни разу не слышал это имя. Это он без ног летал. Да. А-а-а, я вспомнил, я вспомнил. Мои позорники, друзья мои, они всё знают, только уже старые всё забывают. Так, Занёк, тебе. Когда появились первые цветные телевизоры в СССР? В 70-х, в 30-х или в 60-х годах? Сейчас подумаем. В 70-х, наверное. В 70-х. То есть я уже родилась и мы купили, ну это уже было, наверное, 70, там ближе к 80-м. Купил мой отец телевизор. Цветной телевизор. Так, хорошо. Илья. Да. Имя попугая в мультфильме «Аладдин». Два, три варианта ответа. Коруда. Яху-Ягу. Ягу-Яга или Флинт. Кеша. Ягу-Ягу. Правильно. На рандом. Да не, я просто помню, что-то такое, типа там, это было. Так, Захар, на тему жвачки опять. Что жевали дети в 70-х годах вместо жвачки? А я знаю. Молчи. Я тоже знаю. Три варианта ответа. Гудрон. Гудрон. Всё, можно дальше не продолжать. Молодец. Я знаю. Мы жрём, гудрон. Я. Так, Данёк. Как назывались самые модные брюки у молодёжи в 80-х? Брюки-клёш, бананы или трубочки? Клёш. Нет, клёш это было раньше. То есть я была совсем маленькая, может мне там было лет 10, и тогда носили клёш. Когда вот в 80-е, когда я была такой, так сказать, молодёжью подрастающей, тогда были бананы. Это значит суженные к низу брюки, а там в общем-то очень круто было. Ну, в общем, да, очень круто. Так, сейчас. А нам нельзя поднимать ниже третий, нужно поднимать, да? Нет, четвёртый. Да, не знаю. Короче, я просто не в курсе. Ну, давай. Так что, Данёк, давай вот это, крути где-нибудь в другом месте. Тащи. Да. Оп. Так, Илья. Да. Кто такой Владимир Ильич Ленин? Вождь, вождь народов, короче. Три варианта ответа. Вождь мирового пролетариата, декабрист или белогвардейский офицер? Сложно. Офицер. Ну, точно не офицер? Ну, блин, посмотрите, может, мирового пролетариата, но не декабрист он. Ну, значит. Может, мирового пролетариата. Ну, вы чём меня тут вводите это? Декабрист, это был Пушкен. Он не был декабриста. Так, Захар, теперь ты. Проблема. Главный герой произведения «Как закалялась сталь». Три варианта ответа. Павел Корчагин, Виталий Боневур или Пётр Ткачёв? Так, проиграй. Покачёв, скорее всего, я думал. Нет, Павел Корчагин. Павел Корчагин. Павел Корчагин, я что-то читал. Павел Корчагин, вы что? Теперь будете приходить к Илье вечером, будем читать суху «Как закалялась сталь». «Как закалялась» играла. Ну, давайте уже, мои шутки не интересны. Давайте. Так, Данёк. Как назывался первый компьютер в СССР? Перфокарта, перфоратор или ЭВМ? Данёк, давайте не... ЭВМ – электроновая числительная машина. Да, электроновая числительная машина. О, это очень просто. Не знаю, я слишком влево. Я что-то думаю, когда ты сначала услышал первый вариант ответа, может, я и сам не учусь. Так, Илья, что такое барокамера? Камера искусственного регулирования температуры, камера искусственного регулирования давления или камера искусственного регулирования влажности? Барометр у нас влажность меряет, значит, искусственное регулирование влажности. Позор. Барометр смиряет давление. Сейчас серьезно. Давление. Давайте заново просто вытворим. Все. Я это тебе говорю. Процессы такие забарные там. Весь в коте. Я знаю, он на меня прыгнул. Стойте, это я не хочу. Нет, ты, если ты начнешь ее плачковать. Если ты начнешь ее посчитать дальше. Ну потому что она сейчас упадет. Ну что? Тяни. Тяни. Тяни, ты должен. Я в другую сторону теперь... Нет. Чел, давай, чел. Опа-на! Осталось очень мало. Чего я сделал? Теперь ты вот так держаться должен, если что. Так, друзья. Илья, эмоцию на камеру. Так, кто у нас? А, и я. Когда не знаешь, что такое пароль, это... Е-бой. Популярный исполнитель советских граждан восьмидесятых. Причем женщины его обожали. Три варианта ответа. Стас Михайлов. Карел Готт, Майкл Джексон или Элвис Пресли. Восьмидесятых. Элвис Пресли был раньше, сто процентов. Так. Скорее всего, Майкл Джексон. Нет? Майкл Джексон был позже. Он уже в девяностых был. А Карел Готт такой был. Красивый, симпатичный мужчина. Захар, ну тут это, капец просто. Так, я не начал. Э-э-э, ну и что ты сделал? Устроен всем тут. Она упадет, я уже вижу. Я начал. Ты начал. Если ты сейчас вытащишь, то понимаешь, что Даньку капец будет? Все. Она сейчас вся выпадет. Опа-на. Так, стоп. Зараза. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Так. Ну что, Данек. Теперь вопрос к тебе, самый любимый твой вопрос. Сколько стоил пакет молока в СССР? 50 копеек? 2 копейки? Или 15 копеек? 2. Нет. Да всё, проиграй. 30 копеек. Нифига твою боль. Нифига всё. Нифига, давай. Если он сейчас вытащит, я просто помру. Да ну на. Мне главное сейчас правильно ответить на вопрос. Да мне тоже. Да, смотри. Надеюсь, что вы садитесь просто сейчас. Капец. Что носили дети в 60-х годах? Колготки, памперсы или чулки? Руки со стола убери. Колготки? Нет, в 60-х годах ещё колготок не было. Были чулки. Илюха, тяни. Давай. А ещё прям вот так тяни. Вот это да! Самое главное сейчас ответить на вопрос. Ну, значит нет. Так, Захар, ну чё, твое. Твое. Что такое гром? Тепловой удар? Сотрясение воздуха или разрыв плотных слоёв атмосферы. Думаю, будет легко, да? Я думаю, будет полегче, да. Так. Тепловой удар? Нет, точно нет. Сотрясение воздуха или разрыв плотных слоёв атмосферы. Гром. Ну, скорее всего, это сотрясение воздуха. Правильно. Там облака штуц. Перетёрли. Облака штуц является молнией. Да. Да. Данёк. Сколько республик входили в состав СССР в 90-м году? В 90-м году ещё. 15, 5 или 25? Сейчас я подумаю тогда. В 90-м году. Перед распадом. Да, пожалуйста. 15. Правильно. Капец! Нет, Данёк. Капец! На чём ты ответил правильно? На чём ты ответил правильно? Илья, теперь ты. Сколько стоила буханка чёрного хлеба в СССР? 12 копеек, 20 копеек или рубль? 12 копеек. Нет, 20 копеек. Чёрт. Я бы сказал 20. А я бы сказал, что я сейчас могу проиграть. На изи. Я знаю, что нужно тащить на самом деле. Я тебе не скажу. Никто мне ничего не скажет. А чё, выше нельзя? Можно. Только, как раз, я его там водю. Да. С другой стороны потесил и всё. Спасибо, Данёк. Ты очень добрый ко мне. Ааа, шатается. А ну, капец. Она просто ходит. Данёк, ну чё, тащи. О! Блин. Я ей по ней и говорил. Тремор! 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 Всё трясётся! Аххаха! АААА! АААА. Вухуууууууу! Ну вот, на этой весёной ноте мы и заканчиваем. Илья про-и-грал. Хорошо, что я вот этим вот этим вот не придумал, ничего стариковых. Всем пока. Наказывать его будем в следующий серий. Если вам нравится, друзья мои, пишите, мы обязательно продолжим. Всем пока! Давайте.